Добрый вечер! Я Евгений Енин на четвертом канале «Итоги недели». Герой итогов недели – епископ Среднеуральский Евгений в миру Алексей Кульберг. Что означает это назначение? Что изменится в отношениях Екатеринбургской епархии, властей и общества? Тема недели – строительство. Завтра день строителя. Как себя чувствует строительная отрасль? Как будут меняться цены на жилье? Об этом минут через десять. Пока же я приглашаю сюда Владыку Евгения. Проходите, пожалуйста. Добрый вечер! Спасибо большое, что пришли. Здравствуйте! Что означает ваше назначение? Ну и повышение, естественно, именно так. Это означает, что в Екатеринбургской епархии, кроме митрополита Екатеринбургского Верхотурского Кирилла, появился епископ, его помощник, есть на церковном языке, викарий. Викарий. Заместитель по тем вопросам, по которым владыка пожелает быть замещенным. То есть вы заместитель, не отвечающий за конкретную территорию, потому что у нас есть еще епископ из территории? Да, да, да. Именно так. Мало в России областей, ну или епархии вот с такой структурой. Почему именно мы удостоились усложнения? Ну известно, что Урал это опорный край державы, Урал это территория, на которой происходят серьезные, значимые социальные события, активно развивающиеся, много приходов, много храмов, строится или поднимается, восстанавливается. Много задач, поскольку территория многонациональная. Поэтому задача разнообразная и для того, чтобы их решать более эффективно, чтобы люди, которые живут и которые ищут возможности находиться в церкви, чтобы для них было больше возможностей найти ту истину, ту правду, за которую приходят в церковь, для поиска которой приходят в церковь. Вот для этого, ну, Священный Синод, Святейший Патриарх приняли решение усилить позиции Русской Православной Церкви в Екатеринбургской епархии. Когда назначают министров, обычно у них есть описанный круг обязанностей, ну кроме того, что вот в официальной должности, вот еще какие-то поручения у вас есть такие? Ну, конечно, конечно, они есть. Это из большого спектра задач, которые стоят перед митрополитом, часть задач, полномочий он делегирует. Какая именно? Я думаю, что это будет сформулировано в ближайшее время. Это все относится на усмотрение правящего архиерея, и он, если пожелает поручить вопросы образования, просвещения замечательные, вопросы культуры, строительства, очень хорошо. Если какие-то иные, будем решать иные вопросы. Знаете, как в Римской империи, там не было специализации. Если тебя назначали управлять городом, ты управляешь городом. Если тебя посылали управлять войсками в какую-то операцию, управляешь войсками. То есть не задавали вопросы о том, какое у тебя образование и кем ты там хотел быть. Почему вы поменяли имя? По традиции Русской Православной Церкви, архиерейский сан, то есть епископом, может быть только человек, находящийся в монашестве. В монашестве, то есть полностью себя, свою жизнь посвятивший служению церкви. Уже не семье, не каким-то личным заботам, а полностью служению церкви. И при пострижении в монашестве, в монашестве опять же такая традиция, что дается новое имя. Это некий внешний признак того, что у человека начинается новая жизнь, иная жизнь. Служение иным ценностям, чем принято обычно в мире. Хотя, конечно, священник, священник, он свою жизнь уже посвятил служению церкви. Но все-таки здесь иная глубина, иное отношение. И правильное отношение, а обращение к вам, это владыка Евгений, я все правильно сказал. Да, абсолютно так. И вы монах. Да. То есть, вот, женщины и все такое нехорошее уже никак? Ну, вообще-то, любой христианин, у него и так в жизни все достаточно просто и понятно. Женщина – это жена, если она есть. Но у вас уже не может появиться жена? Нет, уже не может появиться. Ну, как в общем-то, не могло появиться, поскольку человек, принявший священный сан, он остается в том состоянии, в котором он был. Если он был женатым человеком, у него сохраняется супруга. Если он был вдовцом или неженатым, то он не может уже вступить в брак, если он стал батюшкой. То есть, его семейное составляющее, состояние, оно фиксируется в момент принятия священного сана. Правда ли, что на церемонии вашего пострига, это так называется правильно, посвящение в сан, рукоположение, как правильно? Так, 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 ага, и что, правда ли? Все, все перебрал. Да, да. Правда ли, что присутствовал губернатор Свердловской области? Значит, по порядку, если мы говорим о пострижении в монашестве, которое совершалось в ночь с 16 на 17 июля, то есть, тогда, когда у нас празднуются царские дни, когда было дано имя... А в честь доктора Буткина? Недавно прославленного, святого. Вы сами забирали? Нет. Нет. Ну, детям, как правило, имя дают родители, поэтому они сами его не выбирают. Здесь та же ситуация. Так вот, это было в ночь 16-17 июля, да, тогда был совершен монашеский постриг здесь, в Екатеринбурге, и там, конечно, не присутствовал ни губернатор, ни его помощники, то есть, это очень узкий круг тех людей, которые имеют непосредственное отношение к тому чину, который совершается. Что же касается Хератонии, то есть, это таинство, таинство священства, в котором Святейший Патриарх и Собор Архиереев свершили в Хератонии. Да, да. Там, да, присутствовал губернатор Свердловской области, который специально прибыл в Нижегородскую область, в Свято-Троицкий Серафим-Индивеевский монастырь, для того, чтобы принять участие, присутствовать при вот этом удивительном деле. — Изменится ли что-то в отношениях между церковью и властью, церковью и обществом в связи с изменениями вот этими, произошедшими в Управлении Патриархи? — Знаете, я очень надеюсь, что изменится, изменится, но только в лучшую сторону, в сторону расширения отношений, спектра вопросов, которые рассматриваются. Мы же всегда хотим улучшения, улучшения жилищно-коммунальной сферы, улучшения производства, улучшения каких-то образовательных вещей. И если мы говорим об отношениях церкви, а церковь — это существенная часть нашего общества, власть — это тоже существенная часть нашего общества. И если между ними будет хороший контакт, если будут корректно ставиться вопросы, эффективно решаться, я думаю, что люди, жители области от этого выиграют и приобретут, улучшат, скажут, что у нас обстановка в области улучшилась. Я бы очень хотел, чтобы в результате этого решения Священного Синода и Патриарха, чтобы отношения между церковью, Екатеринбургской епархией на Урале и государством в лице губернатора, полпреда и иных структур власти, чтобы она улучшилась. — Ну, я надеюсь, что вы будете столь же открыты для СМИ, как были до того. — Ну, я думаю, что если СМИ не повернутся в профиль или как-то иначе... — Задам любимый наш с вами вопрос, мы не раз о этом говорили, это планы по строительству храма Святой Екатерины. Что сейчас происходит, если можно коротко? — Планы таковы, что планы пишутся, то есть тема строительства храма Святой Великомученицы Екатерины, она актуальна, она на повестке дня, она обсуждается в комиссиях, специалистами в первую очередь прорабатывается, потому что политические решения можно принимать, но если храм физически невозможно поставить, там какая-нибудь река течет на этом месте или грунт неустойчивый, то его туда не поставишь. Поэтому работают специалисты. Насколько мне известно, по крайней мере, понимание в тех ветвях власти, у тех людей, которые принимают решения, есть взаимопонимание, есть общая позиция, что храм строить надо. Чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, выше, ниже — это технические вопросы. — Будем следить за процессом и за выбором мести. Спасибо большое. На четвертом канале «Итоги недели» мы продолжаем.